Солнечная погода Ну, не случайно ведь мы с нетерпением ждем весны и лето. Солнечные лучи увеличивают уровень эндорфина, называемого гормоном счастья. Доказано, что он улучшает настроение, усиливает концентрацию внимания, и человек с высоким уровнем эндорфина меньше подвержен стрессам. На солнце кожа интенсивно вырабатывает витамин D, который играет важнейшую регуляционную роль в организме. Однако, энергия солнечного излучения может нести в себе и опасность. Ну, например, вероятность заболеть различными кожными заболеваниями. Об этом мы и хотим поговорить сегодня. К нам в студию пришла Ирина Карачук, заведующая отделением медицинской профилактики и платных услуг больницы номер 8, врач-дерматовенеролог. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Какую-то пользу, кроме выработки эндорфинов, солнце приносит нам? Конечно, солнце для нас очень важно и, можно сказать, полезно. Частично вы уже упомянули о гармонии радости эндорфине, который нам очень важен для общего психоэмоционального состояния. Кроме того, солнечные лучи, ультрафиолетовое излучение полезно для общего состояния организма. Положительно влияет на мозговые центры, отвечающие за эндокринную систему. Под воздействием ультрафиолетового излучения вырабатывается витамин D в коже, который необходим для нормального развития костей. Также нормализуется фосфоро-кальциевый обмен. В целом солнце благоприятно влияет на наш организм. Вот были же когда-то времена, когда загорелая кожа считалась признаком низкого сословия. И было не то, что не модно, а вообще неприлично выглядеть загорелой. Да, мы тщательно скрывали каждую часть тела. Да, все правильно, потому что признаки загара интенсивного, приводящего к быстрому старению кожи, так называемого фотостарения кожи, было привилегией рабочего класса, тех профессий, которые связаны с постоянным пребыванием на природе. Те же самые фермеры, моряки и так далее. Кожа у них грубеет, быстро морщинами покрывается. И, естественно, это не являлось признаком здоровья. Ну, а вот каким образом все-таки солнце воздействует на нашу кожу? Что именно происходит? Каков механизм? Почему она реагирует не лучшим образом? Кожа наша устроена так, что все ее слои, все структуры призваны защищать нас от всех внешних факторов, в том числе от ультрафиолета. Эта кожа, прежде всего, если коснуться ее строения, состоит из эпидермиса, дерма и гиподерма. В эпидермисе есть много слоев, один из них так называемый блестящий, который вот препятствует в первую очередь попаданию ультрафиолетовых лучей глубже. Дальше у нас залегает дерма, основной слой кожи, который богат коллагеновыми волокнами, эластическими волокнами и между ними межклеточная жидкость. Вот как раз под воздействием ультрафиолетового излучения коллагеновые волокна теряют свои, разрушаются, теряют свои эластичные функции. Тем самым кожа теряет свою эластичность, упругость и здоровый вид, приводя к фотостарению. В слое эпидермиса находятся клеточки меланоциты, как раз которые вырабатывают меланин, отвечающие за наш загар, в той или иной мере интенсивный. Это тоже своеобразная защитная реакция кожи от воздействия солнечных лучей. И поэтому, когда у нас наблюдается избыток инсоляции, у нас пигмент вырабатывается неравномерно. И возникают пигментные пятна, так называемая лентига. Тоже один из признаков фотостарения кожи. Далее у нас идет гиподерма, богатая сосудами. Это уже глубже. Глубже дермы, да. И под воздействием ультрафиолета сосуды расширяются, возникает покраснение. Если возникает токсическая реакция на солнышко, тогда из сосудистого русла в кожу выходит жидкость и возникают отеки. Это тоже проявление фотодерматитов, как токсических, так и аллергических. Поэтому с солнышком надо быть аккуратнее, чтобы вот этих всех патологических реакций у нас не возникало. То есть кожа нас защищает и вырабатывает вот этот самый вожделенный коричневый цвет, а мы пытаемся спровоцировать эту защиту еще сильнее, для того, чтобы оно защищать столбу. Да, мы пренебрегаем, так сказать, теми признаками и симптомами, когда организм нам говорит, что все, уже достаточно быть на солнышке. Если появился загар, это уже, можно сказать, негативное влияние солнца. Один мой знакомый много лет уже не ездит отдыхать в теплые страны, потому что после, ну скажем там, двухдневного пребывания на солнце на его коже высыпают такие вульгарные красные прыщи, и он буквально весь покрывается, такой становится, как динозавр. И вот это такая прямая реакция на солнце. Что это и как много таких случаев? Достаточно распространенная ситуация, когда после пребывания на солнышке люди обращаются к врачам-драматологам с различными высыпаниями на коже. Будь то покраснения, отеки в виде крапивницы или популезно-пустулезные элементы, возможно, как у вашего знакомого. Да, на первое время после пребывания на солнышке кожа приобретает здоровый вид, оттенок, но есть отсроченные реакции, которые могут моментально не проявляться, а появиться через несколько дней, через неделю, а может быть и позже. Почему это происходит? Потому что кожа под воздействием ультрафиолета обезвоживается, она грубеет, сальные и потовые железки закупориваются, тем самым у нас образуются пустулки, гнойничковые элементы, которые вот так неприглядно потом портят весь наш красивый вид и загар. Можно ли как-то это лечить и что-то с этим делать? Или все-таки нет, ему уже не судьба больше в теплые страны? Ну, в первую очередь здесь все-таки важны правила пребывания на солнышке. В первую очередь это дозированное пребывание и в правильное время, о котором всем известно, но почему-то об этом все забывают, что правильно загорать до 10 утра и после 16 часов. Обязательно с нанесением солнцезащитных кремов, в зависимости от вашего типа кожи, от 15 SPF-фильтра до 50. Также время стоит ограничивать пребывание на солнышке. Ну, имейте в виду такие факторы, как прием лекарственных средств, например, без которых человек не может обойтись, но в то же время они могут вызывать токсическую реакцию на солнышко. Поэтому с этим нужно консультироваться с врачом. Вот раз уж заговорили про солнцезащитные кремы, очень многие ведь их не используют, думая, что они как раз ухудшают качество загара. Препятствуют загару. И зачем это надо? Зачем надо себя защищать от загара? Абсолютное заблуждение. Почему? Потому что солнцезащитные крема хотя бы сколько-то продлевают наше безопасное нахождение под солнышком. Поэтому пользоваться ими нужно обязательно, и не только под прямыми лучами, если мы находимся, но и в теньке. Даже при ежедневном выходе на работу обязательно нужно наносить либо косметику с ультрафиолетовыми факторами, что сейчас очень распространено, и тональные крема, и уходовые увлажняющие крема содержат в своем составе ультрафиолетовую защиту. Поэтому солнцезащитными кремами пользоваться нужно постоянно, и уж тем более, если мы едем в другие климатические условия именно загорать. А как разобраться с этими магическими циферками SPF 15, 20, 50? Какое выбрать и что это означает? SPF обязательно, то есть на кремах должны быть пометки, что защита именно идет от лучей и А спектра, и Б ультрафиолетового спектра. Значит, SPF 15 минимальная защита, то есть мы 5 минут безопасного пребывания на солнышке умножаем на 15. Вот наше время, которое мы можем находиться, нанеся солнцезащитный крем SPF 15. 45, да, там минут у нас получается. И так далее. 30 и до 50. Подбирая крем, имеет значение наш фенотип, то есть бледная лица, со светлой кожей, светлыми волосами, голубыми глазами. Естественно, таким людям мы рекомендуем максимальную защиту. А смугленьким можно начинать с 30, потом переходить на 15. И также важна локализация. На лицо мы всегда наносим максимальную защиту. И в первые дни пребывания на солнышке также рекомендуется начинать с большей защиты и потихоньку переходить на меньший фактор защиты. Есть еще такой момент заблуждения, на мой взгляд. Если мы повторно нанесем крем, это нам продлит еще на те же 40, 50 или 70 минут нашу защиту. Это не так. Нет. Соответственно, раз мы нанесли, мы в течение этого времени можем наносить только для того, что если мы искупались, смылся защитный слой, мы его нанесли. Но действует он вот только на те 5 минут, умноженные на 15, 30 или 50. Все. Дальше наше время под солнышком и стекло, и нужно уходить в тень. То есть, а повторное нанесение через 15 минут уже ничего не даст? Повторное нанесение, оно нам не продлит безопасность, только увлажнит и создаст вот такой эффект увлажнения кожи, но не защиты от ультрафиолета. Много ли вообще разновидностей фотодерматитов, и это вообще проблема сегодняшнего дня, или только кто-то, редкие-редкие граждане подвержены этому? Нет, на самом деле это очень актуальная и распространенная проблема. Разновидностей фотодерматитов достаточно много, но суть одна. Это аллергическая реакция на спровоцированное солнечным излучением, ультрафиолетом. Но либо это внешний фактор, либо это внутренний фактор. То есть, может быть, реакция именно на ультрафиолетовое излучение, а может быть, просто человек имеет предрасположенность к токсической реакции на солнышко. То есть, у него какие-то заболевания, осложняющие течение это. Он принимает какие-то лекарства, которые фотосенсибилизирующими действиями обладают. Проявляется все похоже покраснением, отеком, зудом, сжением, может быть, шелушением, обезвоживание кожи происходит, ну и папулопустулезными элементами. Соответственно, если это у нас токсическая реакция именно на солнышко, все будет ограничиваться у нас теми открытыми участками, которые подверглись облучению солнечными. Если же это у нас аллергическая реакция, так скажем, эндогенные причины иметь сюда, то это более распространенные высыпания по всему телу и даже те участки, которые не загорали у нас. Мы с вами собирались поговорить о родинках. Почему эта тема возникает чаще все-таки летом? Потому что солнце является одним из факторов, провоцирующим злокачественный процесс, хотя и не единственный. Здесь может быть и наследственный фактор. Меланомой болеют и люди, которые никогда не загорали и живут в северных странах. Это тоже не исключено. Но солнышко, естественно, является провоцирующим фактором. Мы рождаемся с родинками, но они еще и появляются в процессе жизни. На самом деле люди рождаются с минимальным количеством родинок и 80-90% их появляется к 20-25 годам максимум. Дальше родинки могут появляться в незначительном количестве и после 40-50 начинают исчезать. Поэтому до 25 лет так важно с осторожностью относиться к себе и правильно находиться на солнышке, потому что родинки появляются. Это новые делящиеся клеточки, которые под воздействием ультрафиолета могут начать делиться не в нужном направлении и привести к развитию меланомы. А меланома – это злокачественное образование кожи, которое может развиваться как молниеносно буквально за несколько недель и месяцев, так и затянуться на года. То есть пусковой момент у нас будет в детстве, например, если родители не уследили, и ребенок обгорел сильно-сильно, и не дай бог с пузырями, что является одним из факторов развития меланомы. Либо молодые люди, которые злоупотребляли солярием в молодом возрасте до 25. Этот эффект отсроченный может проявиться через десятилетия на самом деле. Меланому провоцирует только солнце? Нет, это может быть и травматизация родинки, это может быть и наследственный фактор, а может просто проявиться первичная, приобретенная на ровной коже, не обязательно из родинки. Считается, что если родинка никаким образом не беспокоит и не болит, то ее не нужно удалять. На самом деле обязательно за родинками, особенно вновь появившимися, нужно следить. И обязательно хотя бы раз в год появляться на контроле к дерматологу или к онкологу, просто на осмотр, чтобы врач посмотрел, все ли у вас хорошо, в нужном ли русле ваши родинки появляются и развиваются. Естественно, есть рекомендации, даже если родинка абсолютно спокойная, и появилась она давно, и не растет, но находится в местах трения, постоянной травматизации и так далее. Такие родинки, конечно, лучше удалить. У мужчин это частое расположение на лице, потому что постоянное бритье, постоянная травматизация, обновление родинки может привести к ее мальганизации, к озлокотествлению. А действительно ли самые опасные это те родинки, которые вновь появились, а те, что нам даны с рождения, они, собственно, никакой угрозы не несут? Ну, не совсем так. То есть двойственный процесс. Опасны могут быть и родинки, давно появившиеся, и вновь появляющиеся. То есть меланома или злокачественный невус может развиваться и из тех, и из других. Поэтому следить надо и за теми, и за другими. Есть специалисты, которые говорят, что вот посмотрели и сразу определяют, опасная эта родинка или нет, по цвету, по форме. Это так? Визуально, конечно, опытный врач-дарматолог или онколог заподозрит меланому или злокачественное новообразование. Но нам в помощь на сегодня есть специальные исследования, инструменты, в частности дерматоскоп, с помощью которого можно уже визуально под увеличением рассмотреть подробности и структуры родинки, которые четко скажут нам, к какому виду родинки отнести образование. Если необходимо, и что-то врач заподозрил, значит, делают гистологию и уже решают вопрос об удалении родинки. Но все-таки бежать ли с каждой родинкой к доктору? С чем идти-то? С каждой родинкой, может быть, и не стоит. Надо все-таки заниматься самоконтролем, изучать, так сказать, свой ландшафт, следить за своими родинками, и что может насторожить, что должно вас насторожить. Если родинка появилась, или если старая родинка начала бурно расти, если появились неприятные ощущения, покалывание, зуды, жжение. Третья причина, которая может насторожить, это кровоточивость родинки, изменение цвета. То есть у нас на самом деле родинки могут быть от светло-коричневого до почти черного. Но все они окрашены равномерно. Для злокачественных родинок характерно то, что имеется несколько цветов, краплений, и это именно должно настораживать. Что еще? То, что родинка растет неравномерно, а как будто бы ползет своей лапкой в какую-то сторону. То есть хорошее, доброкачественное новообразование, оно всегда с четкими границами, ровно и растет, если то растет равномерно. Вот меланома же, она начинает распространяться в какую-то одну сторону. Ирина Сергеевна, еще из серии вымыслов и фактов. Если меланома родинка начала преобразовываться в злокачественную, этот процесс можно остановить или уже нет? Этот процесс можно остановить только удалением хирургическим путем. Чем раньше мы это сделаем, тем более благоприятный будет исход. Хоть и меланома считается одной из самых злокачественных новообразований. Еще буквально несколько минут у нас осталось. Очень хотелось бы поговорить вот о чем. Летом, видимо, сквозняки, может быть, переохлаждение, из жары заходишь под кондиционер и так далее. Очень многие страдают герпесом. Видно люди на губе, где-то еще на лице. Лето неблагоприятное время для герпеса. Абсолютно верно. Под воздействием ультрафиолета клетки вируса интенсивно размножаются. Поэтому это частая картина. На пляже люди с проявлением герпетической инфекции на губах. Поэтому людям с вирусными инфекциями, конечно, не рекомендуется пребывание на солнышке. И обязательно использование солнцезащитных средств, в том числе губных помад с солнцезащитными фильтрами. Если подводить какой-то итог под нашим разговором, какие угрозы летние именно в плане вашей специализации вы бы назвали на первом месте? На первом месте все-таки хочется призвать людей к правильному пребыванию на солнышке. Солнышко – это наш, конечно, друг, но если мы в адекватных дозах находимся под его лучами, заниматься профилактикой. Хочется призвать людей ходить на профилактические приемы в поликлинику к врачам-драматологам или онкологам с целью диагностики ваших родинок. Ну и не забывать про то, что прием лекарственных препаратов может вызвать токсическую реакцию на солнышке. Обязательно консультироваться с врачом, прежде чем вы поедете куда-то. Есть ряд заболеваний, вообще с которыми противопоказана длительная инсоляция. Это прежде всего онкологические заболевания, заболевания щитовидной железы, у женщин мастопатия, сахарный диабет и так далее. Люди, больные варикозными заболеваниями вен, также не рекомендуется длительное пребывание на солнышке. Обязательно использование солнцезащитных кремов при этом, правильное положение ног в возвышенный конец, если все-таки хочется позагорать, не забывать про движение и охлаждать ноги, чтобы сосуды не перегревались, не приводило это все к расширению еще большему варикозно расширенных вен. Кому еще противопоказано длительное пребывание? Естественно, беременным женщинам, пожилом возрасте, все должно быть в меру. Ну а так, солнышко, это, конечно, наш друг, его нужно любить, но правильно находиться под солнышком. Ирина Сергеевна, спасибо большое за эту беседу. Мы постараемся услышать ваши советы и не испортить себе лето. И постараемся получать от солнца только эндорфины как можно больше. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова